Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Геннадий Гудков дал интервью каналу Фейген Лайф, ролик называется, лучше зачитаю. Клуб диктаторов, беседа с Геннадием Гудковым. Интервью большое, больше часа, но меня в нем заинтересовало только три мысли. Первое. Он считает, что в сентябре 2004 года Путин совершил контрреволюционный переворот. По его логике, в 1991 году в нашей стране произошла революция, но Путин в 2004 году все вернул на круги свои. И он использовал для этого трагедию в Беслане. Там события, по мнению Гудкова, могли развиваться куда менее трагично. Но Путин умышленно спровоцировал развитие событий по самому трагичному сценарию. Поскольку именно это и дало ему возможность закручивать гайди. Второе. Режим Путина строится на той же основе, что и организации мафиозного типа. Эту мысль он обосновал тем, что мафия строится, так сказать, на основе семейного принципа. И здесь, кстати, не поставишь кавычек. И в режиме Путина все точно так же. Вся власть и вся экономика поделены между его друзьями, родственниками и их родственниками. То есть фактически хозяевами страны стали семейные кланы, близкие к Путину. И именно это, на его взгляд, главная причина деградации экономики и вообще нашей страны в целом. Поскольку хозяева нашей страны далеко не профессионалы и даже далеко не просто хорошо образованные люди. И деградация, на его взгляд, стремительно нарастает. Третье. В силу того, что система стремительно деградирует, ей осталось существовать очень недолго. Максимум до 2024 года. Дальше ее ждет неизбежный крах. Из этого он, кстати, и сделал вывод, который я и вынес. Название публикации. Ни в коем случае нельзя сотрудничать с режимом и ни в коем случае ему нельзя помогать. Напротив, ему нужно позволить самому себя загубить. Такое пассивное действие, на его взгляд, сейчас будет очень эффективным и очень важным. Важным потому, что лучше будет для всех, чтобы режим рухнул как можно скорее. Чем дольше он будет держаться, тем вероятнее развитие событий по трагическому сценарию вплоть до гражданской войны. Вот как он сформулировал мышь, что ни в коем случае нельзя сотрудничать с режимом и помогать ему. Что сейчас надо сделать? И я обращаюсь ко всем, кто будет нас слышать. Теперь родные слова. Не сотрудничайте с режимом, не помогайте им. Я не говорю, что вставайте в партизанские ряды и что-то делайте. Нет. Не лежите ему в сапоге. Не заискивайте. Не протягивайте руки помощи. Не сотрудничайте, не помогайте им избежать. Он сам себя удушит. Он сам себя загубит. Дайте ему возможность это сделать как можно быстрее. В этом залог нашего относительного мирного или благополучного перехода к другой форме власти. Что здесь можно сказать? Первый аризон в том, что Путин с 2004 года начал закручивать гайки, безусловно, есть. Но на переворот это, думаю, не тянет. В 1991 году у нас не было антиполитарной и, если говорить терминами Владимира Ильича Ленина, буржуазно-демократической революции. Хозяином положения в 90-е годы у нас, как в странах Восточной Европы, не стало буржуазии. А как и в Советском Союзе, полным хозяином положения в России, что 90-х, что дальше, осталась номенклатура. Напоминаю, что по Марксу, что по Энгельсу, что по Ленину, это самый худший и самый отвратительный эксплуататорский класс в истории человечества. Он хуже даже рабовладельцев. Но Иосиф Сталин запретил преподавать эту честь их наследия в советских учебных заведениях. Другой вопрос, что у Путина были все шансы окончательно покончить с политаризмом в нашей стране. Поскольку 1991 год нанес по нему почти смертельный удар. Но он не только этого не сделал, а напротив, начиная с 2004 года, начал восстанавливать и укреплять политарную систему. И продолжает это делать по сей день. По сути, он сейчас осуществляет мечту российских коммунистов. Ведет национализацию нашей промышленности. Только вот эта национализация ни разу не в интересах народа. А она в интересах номенклатуры. Как и в Советском Союзе, впрочем. Согласно классикам, политаризму тоже присуща общественная собственность на средства производства. Но средства производства находятся не в руках народа. А они находятся тоже в руках социальных паразитов. Только эти социальные паразиты не частные, как рабовладельцы, феодалы и капиталисты. А коллективные. И как я уже сказал, согласно классикам марксизма и ленинизма, это еще хуже. Мой подробный ролик, разъясняющий, что такое политаризм, будет на конечной заставке. Я его, кстати, уже не раз предлагал вниманию нашей аудитории. Второе. Определенный резон, в словах Гудкова, в том, что путинская система строится по семейному принципу, так же, как и мафиозное сообщество. Есть. Мафия действительно изначально возникла в виде семейных кланов. Именно в таком виде она возникла на Сицилии, еще в XIX веке. Отсюда, кстати, и пошел распространенный в нашей стране миф, что слово «мафия» в переводе с итальянского означает «семья». Но этот резон именно определенный. Главный принцип формирования элиты в условиях политаризма далеко не семейный. В царской России тоже не было никакого капитализма, как нас и в Советском Союзе, и по сей день уверяют идеологи сталинско-сусловского научного коммунизма. А в ней тоже был политаризм, или другое название азиатский способ производства, АСП. И Владимир Ильич Ленин, кстати, любил повторить. В России нельзя реставрировать капитализм, поскольку нельзя реставрировать того, чего в ней никогда не было. А вот опасность азиатской реставрации – чрезвычайно высока. И, кстати, именно это, азиатскую реставрацию, Сталин и компания и сделали в Советском Союзе. Главный же принцип формирования элиты в условиях политаризма лучше всех показал великий писатель и поэт Александр Грибоедов в своей бессмертной комедии «Горе от ума». Элиты в условиях такой системы становятся халуи и приспособленцы, фамусовы и молчален, часто понятия, не имеющие о деле, которым им поручили руководить. И именно в этом истинная причина деградации, что царской России, что Советского Союза, что России Путинской. Просто при Путине в нашей стране это достигло своего финала. И именно поэтому его режим, после того, как закончились нефтедоллары, начал так стремительно деградировать. И, конечно, здесь не поможет никакая национализация. Ни путинская, ни та, о которой мечтают КПРФ с Платушкиным. Чтобы решить проблему все нарастающей деградации, нужно просто удалить из власти, а точнее со всех руководящих постов, фамусовых и молчалиных. А для этого нужна демократизация, а не национализация. Впрочем, обо всем этом лучше детально посмотреть в моем указанном ролике о политаризме. Но с последней мыслью Геннадия Куткова, что с режимом ни в коем случае нельзя сотрудничать. И ему ни в коем случае нельзя помогать. А напротив, ему нужно позволить себя загубить окончательно. Я согласен полностью. Владимиру Путину не решить проблему деградации экономики и вообще деградации нашей страны. Без демократизации. А он на нее никогда не пойдет. И к тому же он всего этого совершенно не понимает. Он очень далек от понимания тех процессов, которые происходят в нашей стране. Из руководителей нашей страны, во всяком случае в какой-то мере, все это сумел понять только Михаил Горбачев. За что его номенклатура так люто и ненавидит? И за что по сей день так проклинают? И понял он это по одной единственной причине. При всем, при всем, Горбачев все же куда грамотнее Путина. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии. Смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok